Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о детских садах Турции. Я не думаю, что всем эта тема будет интересна, но очень часто о ней бывает запрос. Есть о чем поделиться и рассказать. Я думаю, что видео будет два. Я разделю на два, потому что тема такая ширно-объемная. Сначала вот в этом видео я вам расскажу в принципе о садах, какие они бывают, вообще об этой системе. И потом я расскажу просто такую болталочку о том, как правильно выбрать садик в Турции, на что именно обратить родителям внимание. Потому что когда я сталкивалась с этим вопросом, к сожалению, мне удалась попытка найти хороший идеальный садик не с первого раза. Были свои минусы, плюсы какие-то. Слава Богу, у меня есть человек рядом, который мне может подсказать уже с этим опытом, который здесь дольше, чем я живет. Соответственно, у меня проблем было меньше. Но если бы этого человека или таких советов или видео, которые вы сможете посмотреть, бы не было на моем пути, то было бы гораздо тяжелее. Садики. Садики в Турции разные есть. Есть частные и государственные. Частные подразделяются на маленькие садики, то есть когда у одного владельца один-два садика. И бывают частные садики сетевые, когда этих садиков очень много в сети, то есть это богатая какая-то сеть владельца. И очень часто частные садики сетевые, крупные, они могут относиться к системе образования. То есть когда после идет уже школа, средняя школа, старшие классы и колледж. И потом уже, то есть вступая, например, в этот детский садик, вы не обязаны, вы можете всегда встать и уйти, это не важно. Я имею в виду, что попадая, например, в такой сетевой системный садик, ребенок попадает в детский садик, потом из этой же системы образования, по их программе обучаясь, скорее всего, вот эта система зданий где-то в одном месте возле вашего дома, где-то будет, переходит потом в младшую школу, в среднюю школу и так далее. И такие системы бывают, как правило, на базе каких-то языковых особенностей, либо при, очень много при, я про Стамбул, кстати, да, говорю, в основном, в крупных городах Турции. Эти такие сетевые системы образования, это уклон языка, французская школа, немецкая, английская, либо при посольствах каких-то этих государств, может быть. По поводу образования и системы здесь, каждый выбирает, скажем так, по своему кошельку, кто-то хочет, отдает у кого есть деньги в частный садик, можно идти в государственный. У меня принципиального вопроса в этом плане не было, я не против государственных садиков турецких, я, знаете, обменений может быть много. Кто-то отзывается хорошо о частных, о государственных садах, это, знаете, люди судят по своему опыту. Я здесь вижу систему, в принципе, такую же, как в России, практически все то же самое, у них есть программа по обучению, у них есть занятия. Различие частного садика и государственного вашего спроса. В частном садике вы платите деньги, деньги немаленькие, и вы, скажем так, кто платит, тот заказывает как бы банкет, да, то есть у вас больше спрос может быть. Я приведу пример, когда мой ребенок только пошел в садик, мы пользуемся сервисом, это доставка ребенка, и была такая ситуация, что в сервисе ее обижала другая девочка, не из ее группы, более старшая, потому что в сервисе везут детей и развозят всех возрастов со всего садика, да, то есть не одну какую-то там группу и так далее. И вот была девочка, которая именно попадала в такой момент, везде там камеры все понятно, вот плюс то, что мы по камерам все это проверяли ситуацию, девочка обижала ее в тот момент, когда от садика вели к сервису. То есть внутри сервисе взрослый, воспитатель, водитель, камеры и так далее, а именно когда они стояли, ждали, знаете, в цепочке заходов именно в автобус, там у них драки и получались. Потому что два воспитателя, то есть они не могли в принципе, ну как бы да, это логично, я это понимаю, усмотреть за этими детьми, именно что они там стоят, там пихаются, толкаются и так далее. У воспитателей внимание было расфокусировано именно в тот момент. Но найдя это, этот момент вскрылся, потому что мы обратились с жалобой к директору, ребенок у меня пожаловался и так далее. Если бы это был государственный садик, мне кажется, всем было бы наплевать, во-вторых, там никаких особо вот таких камер, я имею в виду сервис, доставка, вот это все истории, вычислить что, кто, как, мы бы навряд ли смогли. Садики очень боятся, как и школы частные, за свою репутацию, за хорошие отзывы, плюс вот сейчас последние 2-3 года в связи с экономической ситуацией за своих клиентов, чтобы никто не уходил. И, естественно, они направлены на решение таких ситуаций, ну, как бы, вот эту ситуацию, мне кажется, этот конфликт, возможно, да, он потом у нас повторялся, пока, скажем так, этой девочке совсем уже там хвостами накрутили ее родителям. В общем, не с первого раза удалось, да, то есть я довольна решением этой ситуации, и я знаю, что это случилось, потому что садик был частный, потому что у нас была возможность надавить, заставить, скажем так, поугрожать и так далее. Были приняты меры, но я при этом знаю хорошие отзывы о государственных садиках, в принципе, там тот же самый. Может быть, программа где-то будет послабее в частных садиках, она может быть сильнее, это уже инициатива, то есть к базовой программе от Министерства здравоохранения добавляются уже свои там изыски, уклоны какие-то именно с садиков, которые вы будете в частные отдавать. Ну, вы за это, как бы, понимаете, и оплачиваете это, это и логично, так и должно, по сути, быть. По поводу всяких оплат, сборов и так далее. В государственном садике при поступлении ребенка вы всегда, что желательно, да, но некоторые садики, особенно частные, дают на это скидку, обязателенная карта прививок у ребенка с рождения. По сути, в государственный садик без нее не должны брать. Ну, мы так как в государстве никогда не ходили, поэтому я не могу точно знать, идет на это скидка или нет. Девочки, у кого эти знания, скажем, есть на эту тему, напишите, расскажите поподробнее. Вообще, без прививок не должны принимать. Ну, в принципе, все так же, как и в России. Кстати, вот этот план прививок, календарь такой же, как и в России. Чуть-чуть там отличаются пара прививок, но все то же самое. Затем справка от врача желательно. Это допуск врача, что нет, ну, естественно, там педиатра и так далее, что нет каких-то заболеваний, можно в коллектив. И при поступлении в государственный садик по поводу сборов. Здесь тоже, знаете, в садиках родители, я знаю, что в государственных там складываются родительский комитет на подарок на день учителя. Здесь тоже осенью день учителя есть. На какие-то там театр, концерты и тому подобное. То же самое, как у нас, в принципе. Но есть еще плата раз в месяц или раз в год она собирается. В государственном садике, вот, это сцены, я могу заблуждаться, сейчас просто доллар, все скачет и все прочее. Сцены, скорее всего, будут не такие. Но я помню, раньше был сбор в государственном садике в районе 400 лир, это где-то 400 рублей, на канцелярию, туалетную бумагу, салфетки влажные, карандаши и все-все-все такое прочее. И в частном садике этот сбор тоже, естественно, есть. И вот в этом году учебном, каждый учебный год происходит, в частном садике от 1000 до 1500 лир едина и временно в нашем садике годовой вот этот сбор идет на канцелярию и все прочее. Это не супер какая-то цена огромная, кажется, там 10-15 тысяч рублей это много, но вот мой ребенок, по крайней мере, у них в садике каждый день они что-то лепят, рисуют, они реально этим пользуются, это реально расходный материал. Тут как бы нет вопросов вообще, никаких дополнительных сборов, попрошайничества там, постелите линолеум, я не знаю, купите шторы и так далее, у нас этого ничего нет. Раз оплатили в год, все, от вас отвязали. В некоторых садиках это разбивается оплата на каждый месяц, в некоторых садиках раза выберут, то есть от ситуации зависит. Но в государственном садике это есть и в частном том числе, на вот эти всякие материалы, которые расходные идут. По поводу условий, это уже, наверное, будет к видео того, как правильно выбирать садик, да, на что обратить внимание в выборе родителям, отношения к детям и так далее. Я самые главные пункты выберу, что сейчас хочу отметить из-за короны в садиках и в государственных, и в частных, идется санитарная обработка помещений несколько раз в день, учителя, естественно, ходят в масках, никаких у нас сейчас нет мероприятий, сборов там, как там, ну как там, забыла слово русское называется, короче, вечеринка они здесь называют. Ну вот, в общем, классный час, нет, не классный час, слово забыла. Ну, когда родители приходят, да, посмотреть на концерты какие-то, детей, вот этого у нас ничего нет, естественно, уже второй год. Все это отменено, чтобы посторонние люди никуда не приходили, бактерии никакие не приносили. По поводу закрытия, вот тоже я почувствовала свой личный плюс, когда закрывали садики. Эузель и государственные садики, это немножко разные системы. Государственные подчиняются, естественно, государству, а частные садики, как ты платишь бабки, это уже другое немножко идет, ответвление Министерства образования. И вот частные, скажем так, садики, они у нас боролись за то, чтобы открыться. Государственные сразу по карантину прикрыли, а частные садики работали, родители пишут петиции, какие-то заявления, отставят там права и так далее, потому что мы платим за это деньги. У нас, скажем так, вот в этом плане бюрократии, мы можем спрашивать за это. Садики, естественно, хотят работать, зарабатывать деньги, поэтому они, естественно, идут навстречу родителям. Наоборот, может быть, просят там, напишите какое-то заявление, петицию, просьбу, чтобы там нас не закрыли и тому-тому-тому подобное. Что все хотят заработать денежек, ну, в плане как бы, это работа, да, что мы в садик не ходим, садик закрыт, денег не воспитатели, никого. А садик все равно содержать же, нужно обрабатывать, там, отопление платить и все-все такое прочее. То есть все, скажем так, в этом заинтересованы. Выбирать частный садик или государственный, система, в принципе, все так же, как у нас в России. Но выбор стоит за вами. Я бы не сказала, что в 3-4 года первые группы, да, маленькие, у них есть особая какая-то важность программы обучения, занятий и так далее. Потому что они, по сути, идут на социализацию, адаптацию. У кого-то там язык, например, турецкий, да, учите, если вы в русско-турецкой семье. Просто на контакт. Это, по сути, группа, за которой смотрит воспитатель, не ходит с собой контактировать, реализовывать себя, навыки свои общения в обществе. Это очень важно, но это не знания супер какие-то, да, развитие моторика, речи, это само собой идет, но тем не менее. А вот важнее уже программа, это подготовка к школе, это старшие группы, там уже нужно смотреть программу. И во многих частных садиках, особенно не сетевых, а точечных, когда один-два садика у владельца, там очень могут быть собраны хорошие педагоги, хорошие программы, посильнее, чем в России. Это пример моих знакомых, которые вокруг меня. Лично мой опыт, я вам скажу, что и в частных, и в государственных садиках самый большой фактор, это коллектив, педагогический состав, директор, естественно, что рыба гнется головы, отношение к детям. Главное, чтобы к вашему ребенку хорошо относились, чтобы в группе воспитателя не было любимчиков каких-то. Но это, к сожалению, бывает не всегда и не везде. Про саму систему, что могу сказать? В садик от нас требуют что? Одежда. Одежда какая? Это не юбочки, платьицы, красивые бантики, как у нас в России дети ходят в школе. Не знаю, как в государственных, но в частных садиках в основном просьба. Эш оф ман, это спортивные мягкие штаны, без стерек желательно, без каких-то проблем для ребенка одеться, да, там пугалок, петелек и тому подобное. Такая же теплая какая-то кофта, ну не свитер, а толстовка. Под низ маечка, там трусики, носки и сменная обувь, которая остается в садике в самом. Теплые какие-то тапочки на зиму, летом это будет легкая открытая обувь и так далее. Конечно же, удобная, не скользкая, это и само собой вам там объяснят, что нужно. И рюкзак. Что у нас в рюкзаке каждый день? По технике безопасности рюкзак отдают обратно домой. Это сменная одежда, по сути. То есть у девочки там расческа резиночки для волос, они тоже есть в принципе садики, расческа своя. Набор я все кладу по два на всякий случай, обляпаться там, все это переодевают, естественно, облиться можно водой и тому подобное. Там два комплекта нижнего пелья, трусики маечка, двое носок тоненькие, толстые, я кладу потеплее, махровые. Двое штанов и шефманов, одна идет кофта под низ, которая... И майки, она у меня просто не носит, майка там для вида по технике безопасности, майка должна быть, да. У них, то есть садика, это Министерство здравоохранения делает проверки, они приходят и спрашивают, чтобы у ребенка было. Но то, что одевать это будет, это не факт. Вот мой ребенок не любит майки, у нас просто есть кофта под низ, ну тоненькая, как, не знаю, как бы майка с длинным рукавом, да. Кофта теплая тоже, одна сверху, которая, ну, в зимний период, она сверху теплая, летом это не надо будет. Летом можно одеваться, ну, там, шортики, там, платьишки, но с какими-то, знаете, с велосипедками и так далее, потому что они прыгают, скачут, юбки задираются. Я про девочек говорю, это не очень удобно. Закрытость желательно коленки, естественно, чтобы они их не сдирали на прогулки и тому подобное. То есть, по сути, это футболка и длинные какие-то шорты, либо штаники, лосины и тому подобное. Летом, конечно, выбора больше в такой одежде, зимой все попроще. Мальчики с девочками, в принципе, одинаково там одеваются. Такого суперфокса, красоты не нужно. Но когда проходят какие-то развлекательные мероприятия, у них все равно проходят партии, вечеринки, там, утренники, я вспомнила это слово, утренники детские. Тогда просто приходится смс-ка, что завтра оденьте ребенка в праздничную форму одежды. У нас будет то-то, то-то, то-то. Вот и все. То есть, это подготовка. Или, там, мы будем их фотографировать для чего-то, там, аттестат, когда дают, да. Аттестат это, кажется, полгода тестирования детей. Типа такой, знаете, детский садик, какой там спрос. Ну, фотографируют, пишут навыки, чему ребенок научился, как преуспевает. Там все хорошо преуспевают, естественно, никому плохую характеристику не дают. И в конце года, в середине года, ну, каникулы, короче, да, когда зимой, вот, январе, и в конце потом года, к лету. И да, такая же, как и в российских садиках, детская, диетическая. Конечно, тут турецкий аспект есть. Завтраки, это, может быть, завтрак турецкий завтрак. Это оливки, сыр, яйцо. У меня ребенок не ел ничего турецкого. Такие турецкие завтраки, оливки ненавидит. Сухие хлопки, я дома никогда не даю это сахар. И все какое-то такое. Но в садике за компанией у нас наладилось, естественно, питание. Она ест теперь на завтрак молоко с сухими завтраками. Дома нет, только в садике. То есть, она это не любит, но раз дают, она знает уже, что альтернативы нет, не выпендриваться, как дома. Она это будет есть, ест со всеми за компанией. Ну, там пару раз, ну, кого раз? Один раз в неделю на завтрак съесть эти хлопья. Это, знаете, ну, как бы, я ничего там такого плохого не вижу. Компания, коллектив, как бы, ребенок очень причастный к коллективу, естественно. Дома такое не ест. Остальная еда обычно диетическая, нормальная. Она научилась, ну, там есть вареные яйца, омлетик делают тоже в духовке. Рецепты такие же, как, в принципе, в России. Ну, например, есть тархана, чурбасы. Ну, тархана редко бывает, этот, мерджимек чурбасы. Мерджимек, она мне вообще никогда не ела. И дома так она его не продолжает, не есть ничего этого. В садике, короче, за компанию все идет. Дома, как по старинке, можешь полупеныш, чтобы родители могут что-то другое вкуснее приготовить. Но прикол в том, что правильное питание, проблем с питанием нет. Режим сна, режим подрастывания, режим вообще супер. По поводу сна, в нашем садике дети спят один час. Если ребенок не хочет спать, его не заставляют. Таких детей собирают со всех групп, кто не хочет сегодня спать или вообще, в принципе, не спит в обед. Отводят, у них есть воспитатели, которые с ними занимаются, играют этот час, рисуют, там, раскрашивают. То есть, никто насильно там не заставляет, не кричит. У меня просто в детстве с этим проблем была. Я помню, прямо в садике воспоминали, когда заорали, заставляли засыпать в обед. Хотя, если даже ты не хочешь, здесь такого в частном садике нет. Вот такой принцип расскажу. Выбирать просто вам. Я не хочу сказать, что садики частные лучше, а государственные плохие нет. У меня очень хорошие есть отзывы о государственном садике. Вообще, изначально, когда мы выбирали, я бы не против была ребенка дать и в государственный садик. Но просто у нас территориально, возле дома, такого нет, к сожалению. Нам нужно возить. Но погодные условия, зимой, дождей, всякое такое, так сказать, ребенка далеко мне не хочется. Пешком возить на такси каждый раз тоже не наездишься. Такси еще поймать. Такси, кстати, здесь просто оттаскивать с ребенком в такси, боюсь, садиться именно возле нашего дома. Это жесть. Ситуация с ними, они такие безбашенные, сумасшедшие. И муж у меня по времени по работе не может утром отводить ребенка или на машине отвозить, потому что у него время работы другое, ему некогда в это время. В общем, мы выбрали частный садик, потому что там есть сервисы. И в принципе, муж был зачастный, мне было без разницы. Ну, раз он хочет, то пожалуйста. Вот такая история. Задайте вопросы под видео, если они есть. Есть с ним второе видео о том, как выбрать садик, на что обращать внимание свое. Я думаю, что выпущу где-то через одно видео после этого, чтобы тема эта не разрывалась, чтобы было это было. Если вам видео понравилось, поставьте лайк, пожалуйста, или репостите его. Здесь полезная была информация, а в следующем видео полезной информации будет еще больше. Там будет чисто рассказ о моем опыте, с чем я столкнулась, на что нужно обратить внимание. Под видео оставляю почту для ваших анонимных историй, мне на разбор на канал, либо записи на психологические консультации. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok